Военно-морской флот Казахстана в скором времени выполнит еще один ракетно-артиллерийский корабль «Мангыстау». Именно на нем будет служить Дарья Кириченко, вторая женщина за всю историю независимости Казахстана, которая проходит службу на боевом корабле. Когда же удалось сломать стереотип, что женщина на корабле к беде и почему единственную девушку на военном судне кормят варениками и борщом, выяснили наши корреспонденты. Передайте на ракетно-артиллерийский корабль «Сорока». Их дальнейшие действия. Есть. Техник в связи с Дарья Кириченко – единственная девушка на ракетно-артиллерийском корабле «Урал». Служит в военном флоте Казахстана на всего полгода. По образованию экономист, но главное, что в душе моряк. Дарье всего 22 года. Чтобы попасть на флот, девушка прошла трехмесячные курсы младших корабельных специалистов, сдала тесты и нормативы по физической подготовке. Сегодня она в буквальном смысле разговаривает флажными сигналами. Знает на зубок почти 40 знаков и символов. Так что боевую вахту несет наравне с мужчинами. Без каких-либо поблажек. Я помню свой первый выход в море. Был шторм. Четыре балла. Я думала, что у меня будет морская болезнь, буду болеть качкой. Но как таковой морской болезни у меня не оказалось. И все сказали, что я прирожденный моряк. Моряки говорят, женщина на борту совсем не к беде. И Дарья не просто член экипажа, она талисман. Все выходы в море с ней проходят без эксцессов. А потому единственную представительницу прекрасного пола все-таки стараются баловать. Дарья Андреевна у нас единственная женщина на корабле. Иногда мы преподносим ей сюрпризы. Например, на 8 марта, так как она украинка, мы приготовили ей больше с гаушками. Также мы приготовили вареники с творогом. Она очень любит сладкое и не сидит на диете. Совсем скоро Дарья покинет корабль, где сейчас проходит стажировку. И ее новым морским домом станет ракетно-артиллерийский корабль «Мангастау». Лилия Шемарданова, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Актау.